Здравствуйте, товарищи зрители! Сейчас вы узнаете наиважнейшую для жизни и здоровья информацию о йоде, которую вы не знали, кроме как о его пользе для щитовидной железы. Вы будете удивлены, а кто-то поражен. Я раскрою следующие темы. Чем же опасен дефицит йода в организме? Какие органы и системы страдают от дефицита йода? Даже больше, чем щитовидная железа. Кто находится в группе риска? Кому необходимы повышенные дозировки йода? Каковы они? Какой йод принимать опасно, а какой безопасный нужно и почему? Какова технология создания самого безопасного органического йода? Поясню коротко и пошагово. Почему можно не опасаться за наличие тяжелых металлов и радионуклидов, используя данный органический йод? Кратко я поясню и о фукоидане, и как правильно принимать натуральный йод. Итак, не будем терять время. У йода в организме несколько важнейших функций и задач. Начну с, казалось бы, известной его функции и значимости для щитовидной железы. Да, через щитовидную железу йод участвует в энергообразовании и обмене веществ во всем организме. Йод накапливается в ткани щитовидной железы, молочных железах и желудке. В этих органах йод особенно необходим для процессов нормального деления клеток, ну и вообще всех клеток организма. Недостаток йода способствует развитию ожирения, мастопатии, нарушения гормонального баланса в организме, что в свою очередь способствует возникновению даже злокачественных опухолей. Дефицит йода разрушает работу гипоталамуса в головном мозге, что также увеличивает онкологический риск образования опухолей во всем организме, а также, конечно, узлов щитовидной железе. Йод просто необходим для роста клеток всех тканей организма человека, исправной работе головного мозга, сердца, мышц и других органов, а также для правильного развития скелета и центральной нервной системы у младенцев. Природная форма йода нормализует обмен веществ и деятельность щитовидной железы. Этот препарат содержит натуральный органический йод, а также природные соединения йодиды и йодоргиды, а еще шесть других групп важнейших веществ. Помните, йод для здоровья можно принимать только в органической природной форме. Только тогда будет гарантия отсутствия в нем страшного канцерогена, хлорпропанола, а потому никогда не используйте для внутреннего применения неорганический синтетический йод. Никогда. А для чего еще необходим йод? И для гормонального баланса, ведь он участвует в обменных процессах в синтезе более 100 ферментов эндокринной системы и регулирует водно-солевой баланс организма. Да-да, потому у кого отеки по тем или иным причинам. Имейте в виду, возможно, они у вас в том числе и по причине дефицита йода. Он необходим для кожи, волос, ногтей. Да, он участвует в поддержании здоровья и кожи, волос, ногтей, обеспечивая нормальное клеточное деление их и регенерацию. И если вы принимаете кремний, витамин С, цинк, витамин Д3, и у вас все же выпадают волосы, то йод может быть последним звеном в причинах этих проблем. Йод – это и энергия обмен веществ. Ведь гормоны щитовидной железы, синтезируемые с участием йода, играют роль в регулировании обмена веществ в всего организма и обеспечением его энергии. Но йод играет большое значение и для иммунной системы. Также он имеет антисептические свойства и помогает поддерживать здоровье иммунной системы, способствуя борьбе с инфекциями. Ну и, наконец, йод регулирует репродуктивную систему организма. Особую роль он играет в репродуктивном здоровье женщин. Дефицит этого микроэлемента провоцирует сбой в менструальных циклах и может вызвать мастопатию и даже стать причиной бесплодия. Знайте это. Ну а какие категории людей испытывают повышенную потребность в йоде? Во-первых, это беременные и кормящие женщины. Ведь во время беременности и лактации женщины просто нуждаются в дополнительном йоде для поддержания нормального развития плода и производства гормонов щитовидной железы у младенца. Особое внимание! Концентрация йода в молочных железах женщины превышает его содержание в щитовидной железе в 4 раза. Именно поэтому нехватка йода вызывает дисфункции не только щитовидной, но и молочных желез. Прежде всего, повышается риск развития мастопатии, как я уже говорил, и других патологий. Во вторую очередь, йод просто необходим детям и подросткам. Да, для нормального роста и развития детей и подростков необходимо достаточное количество йода. Ну а недостаток этого элемента может привести к задержке в развитии и умственной отсталости. И это одна из главных причин умственной отсталости и задержки в развитии многих детей. Нехватка йода в питании детей и подростков приводит к расстройствам нервной системы и психической деятельности, снижает физическую и умственную работоспособность, способствует развитию ожирения, нарушает гормональный баланс, жировой и углеводные обмены, вызывает и усиливает развитие инсулинорезистентности, метаболического синдрома, далее сахарного диабета второго типа. Нуждаются в йоде люди с щитовидной дисфункцией, такими патологиями, как гипотериоз или диффузный зоб. Они имеют повышенную потребность в йоде для поддержания нормального уровня гормонов. Испытывают потребность в йоде и вегетарианцы, и веганы, то есть люди, которые исключили свое рационное питание, морепродукты, и при этом не потребляющие достаточное количество, например, фейхуа и других растительных продуктов, круглый год, которые содержат необходимое количество натурального йода. Особую роль играет йод для пожилых людей, и вот почему. Ведь нехватка йода значительно увеличивает вероятность развития патологии щитовидной железы, а это проявляется не только в образовании узлов и нарушении функций щитовидной железы, но и в последствиях таких нарушений функционала. А это влечет за собой, например, повышенный риск возникновения болезни сердца, в первую очередь у пожилых людей. Ну и, конечно, йод необходим тем, кто столкнулся с радиацией для предотвращения накопления радиации в организме. Теперь, дорогие друзья, как и обещал, я объясню вам о технологиях создания именно этого уникального природного органического йода. Как он получается? Из чего? Почему такого йода больше нет нигде? Итак, технология создания нашего данного йода не имеет действительно аналога в мире, является новым направлением в производстве органических и минеральных веществ и материалов. Почему? Вот как происходит наш производственный процесс получения порошка из ламинарии японика. Добыча ведется силами компаний с прибрежных глубин, а не из выброшенной на берег ламинарии, или уже с другими свойствами и составом, и не из сухой. Итак, добыча ведется на западном побережье острова Сахалин. Далее ламинария быстро шинкуется, упаковывается в блоке по 20 килограмм и направляется в морозильный склад, где происходит шоковая заморозка, чтобы сохранить все полезные свойства. Обратите особое внимание, она подвергается шоковой заморозке сразу после вылова. Это очень важно. Далее мороженое шинкованное ламинария направляется в цех переработки. Шинкованное ламинария поступает в дифростатор, где превращается в гелеобразную форму. Далее гель поступает в кавитатор, где происходит раскрытие клетки до 93%. При раскрытии клетки возникает пузырек воды, куда попадают клетки ламинарии, где под давлением происходит разрыв в каждой клетке и таким вот механическим путем происходит дополнительная и антибактериальная обработка, и сепарирование. Когда из клеток выводится ртуть, свинец, мышьяк и другие тяжелые металлы, а вытаскиваются те вещества, которые необходимы. Далее суспензия поступает в сушильный шкаф и при очень низких температурах идет сушка суспензии, которая туда попадает с 8% влажности, чтобы не разрушить йод. Затем просушенный продукт помещается в микронизатор от слова микрон, благодаря чему получается порошок в 60-20 микрон. После этого на электросити все пересеивается до минимальной и ровной фракции ровно в 20 микрон. Это не порошок, а микропыль. Только тогда усвоение йода будет близким к 100%. Важнейшим преимуществом этого йода является и отсутствие вредных и вообще любых примесей. Да, мне тут прислали проект федерального закона о проведении эксперимента в 22-26 годах в отдельных субъектах Российской Федерации в йододефицитных регионах по внедрению в производство обогащенных йодом пищевых продуктов и использованию их в медицинских, дошкольных, общеобразовательных, санитарно-курортных и иных организациях, а также в оптовой розничной торговой сети. И у меня возникает вопрос к читателям, зрителям. То есть к вам. Это будет органический или синтетический йод вот в таких массовых продуктах, как вы полагаете, при таком-то сложности производства натурального органического йода? И второй вопрос. Долго ли держится йод в продуктах, куда он добавлен искусственно? Как вы полагаете? Вот, например, в йодированной соли. Я в этом уже, правда, говорил много раз в своих лекциях, но все же. Но, тем не менее, сам этот проект федеральный говорит, во-первых, о тотальном дефиците йода и в продуктах питания, и в организмах людей. И государство об этом озабочено, что, конечно, очень правильно и хорошо. И, во-вторых, это говорит об опасности такого дефицитного состояния йода, о чем бьет тревогу Минздрав. Теперь пару слов про фукоидан и такое вещество, как манин. А это просто нечто. Послушайте. Подробно я потом попрошу вас прочесть информацию, которая будет под товаром. Вот этот самый органический йод, ссылка на который будет оставлено мною под этим видео. Так вот, полный состав препарата, а это 6 веществ, ну, то есть 5 помимо йода, там также подробно изложено, расшифрован, а это альгидиновая кислота, ее соли, альгинаты, это полисахарид ламинарин, это манин и полисахарид фукоидан. Так вот, фукоидан является мощнейшим антикоагулятором, и он работает на предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Он разжижает кровь только у тех, у кого она от нормы сгущена. Не спрашивайте, если кровь и так жидкая, все в порядке будет, можете принимать. Так вот, это вещество препятствует образованию тромбов. Ну, а вещество манин, это такое активное вещество, которое извлекает воду из отекших тканей, и таким образом увеличивает количество мочи, и выводит излишнюю жидкость из организма. А благодаря этому улучшается кровоток в почках, что, в свою очередь, увеличивает их функциональность и качество жизни. Почки при этом начинают лучше фильтровать. Манин повышает работоспособность плазмы и перемещает жидкость, например, из головного мозга или глазного яблока в сосудистое русло, и при этом вместе с жидкостью происходит вывод хлора, натрия и калия. Не бойтесь, калий выводится в маленьких количествах, что не приводит к каким-то его существенным потерям. Кроме перечисленного, манин понижает уровень сахара в крови при сахарном диабете второго типа и инсулинорезистентности. Вот так. Предвидя вопрос о радиации, ну, коли добывается на Сахалине, отвечу сразу и успокою. Во-первых, течение в Тихом океане и особенности климата защищают российский Дальний Восток от возможности загрязнения радиации из района аварийной японской станции Фокусима. Но, несмотря на это, добыча ламинарий происходит собственными силами, дабы быть уверенными в чистоте места забора. Проверяется и вода на радиацию, и каждая добытая партия проходит анализ на радиологию в лабораториях. Именно поэтому вопрос о радиации мы с уверенностью закрываем, говоря о нашем препарате. Также и говоря о другом уникальном продукте, Фокусе, ссылку на то и на другое, то есть на вот этот органический йод и на уникальный Фокус в форме геля я оставлю вам под этим видео. Напомню, что наши все товары, то есть любые препараты, приборы, продукты мы отправляем в любые города России и страны мира. Страны мира любые те, где есть почта России. Ну а по России и по другим странам, например, вот в Казахстане тоже есть компания СДЭК, поэтому отправляем СДЭКом и другими транспортными компаниями. Просто заходите под этим видео по ссылкам, смотрите эти, ну и другие наши товары, заказывайте что угодно, и мы вам это отправим, упакуем в лучшем виде. Можете почитать раздел «Отзывы». Вот стрелочкой показано, где этот раздел на нашем сайте надгард.ру находится. Почитайте. И еще, внимание, все липосомальные и иные препараты данной серии, минералы, витамины находятся по одной единой ссылке, которую я вам оставлю под номером 2. Первая будет на йод, вторая на все липосомальные нутриенты. Данный йод производства России, аналога в мире нет. Одна капсула содержит йода 250 мкг, то есть 166% от официальной нормы, фукоидана 125%, то есть 60 микрограмм. Способ применения. Одна капсула один раз в день, во время еды или сразу после еды. Что же касается детей и подростков, а им принимать йод нужно обязательно, детям до 12 лет стоит принимать одну четвертую капсулы, то есть раскрыть капсулу, высыпать порошок, разделить условно на 4 части и принимать одну четверть либо одну треть. Ну, конечно, это еще зависит от массы тела. С 12 лет можно принимать одну капсулу, скажем, раз в 3 дня. Ну, а с 18 лет одну капсулу каждый день, как уже взрослому человеку. В капсулах находится не порошок, консистенция там микропыли, сатиновая пыль. Ее разводят детям, маленьким детям, например, с водой или соком, чтобы не поперхнулись, потому что порошок обволакивать может горло и порошок сухой заглатывать не нужно. Минимальный возраст начала приема данного препарата может быть теоретически любой. Все зависит от состояния, здоровья и дефицитов. Иногда груднички рождаются с тяжелыми дефицитами всех микроэлементов. Им тоже можно и даже нужно немного добавлять йод, но если мама кормит грудью ребенка своего, тогда просто маме нужно принимать йод, а он уже через ее молоко будет передаваться грудничку естественным путем. Ну и, конечно, проконсультируйтесь с грамотным специалистом-врачом по применению йода. Ну, это я вам должен был сказать. Итак, состав подробнее вы прочтете под товаром в описании. Объем флакона 60 натуральных растительных капсул без диоксида титана, без всякой химии. Одна упаковка потому рассчитана примерно до 60 дней, то есть на 2 месяца приема, если принимать одну капсулу в день. Ну, а на минимальный курс устранения дефицита йода в 4 месяца необходимо для взрослого человека 2 флакона. Но можно перерывы в приеме йода и не делать, особенно в регионах, где йода мало. Под видео в описании я оставлю вам важные ссылки, в том числе и на мое старое видео о йоде, в котором я очень подробно рассказал о его свойствах в организме. Ну и должен подчеркнуть еще раз, вот под товаром, на который вы пройдете по ссылке под этим видео зайдя, будет описание. Ниже это самое видео. Между описанием и видео будет ссылка скачать более подробную информацию. Там будет презентация и более подробное описание, в том числе очень подробная информация по фукоидану. А также по каждой другой составляющей данного препарата, как я уже сказал, йод-основа. Потом идут другие, еще пять веществ, очень важных и нужных. Ну, а совокупное их действие друг на друга, ну, что называется, вызывает синергию, то есть усиление свойств каждого из компонентов друг к другу. обязательно принимайте этот натуральный йод, ни в коем случае не синтетический. Я прошу вас посмотреть, кто еще не видел мои два видео про бетаин, не гидрохлорид. Бетаин натуральный, тоже природный. Гидрохлорид – это синтетическая форма. Не принимайте никогда синтетические витамины и минералы, лучше ничего, чем их. Ну, а натуральные, качественные, лучшие элементы и их соединения вы можете приобретать на нашем сайте надгард.ру. На их создание, реализацию всех проектов ушли годы и огромные труды, средства. Давайте поддерживать друг друга в этом очень хорошем, чистом начинании. Я со своей стороны качественными товарами, вы средствами, на которые будут развиваться разные производства и иные очень важные, в том числе, социальные объекты. Ну, а вы укрепите свое здоровье и продлите качественные годы своей жизни. На этом, пожалуй, на сегодня все. Напомню, смотрите все ссылки на все, о чем я говорил, под этим видео в описании. Всего хорошего. Ну, и в завершение я попрошу вас поставить пальчик вверх, подписаться, кто еще не подписан на мой канал, нажать колокольчик и выбрать получение уведомлений о выходе всех видео, отправить ссылочку на это видео всем друзьям, знакомым, близким, поделитесь и оставьте комментарий под этим видео. Это поможет продвижению моих видео и это будет минимальный хотя бы благодарностью от вас мне за мои труды, за мои видео. Всего вам хорошего, до новых встреч.